Уважаемые дамы и господа, я так представляю вам участников главного боя турнира RCC Intro. В синем углу боец из города Москва, ему 23 года, рост 180 сантиметров, вес 83 килограмма, 800 граммов. Профессиональный рекорд 6 боев, 5 побед, 1 поражение. Представляет бойцовские клубы GM Gym и Академия Кудо. Сергей Крисана. Его соперник в красном углу из города Ростов-на-Дону, ему 31 год, рост 183 сантиметра, вес 84 килограмма, 350 граммов. Профессиональный рекорд 21 бой, 16 побед, 5 поражений. Сергей Мясник-Мартина. Рэперик главного боя Вячеслав Киселев. Красный угол, синий угол, до середины. Итак, правила помним, не забываем. Слушаем внимательно мои инструкции, делимся три раунда по пять минут. Все должно произойти честно, активно, стремимся к досрочной победе. Руки пожали. По местам. Ну что, друзья, Сергей Крисанов молодой и наглый 23-летний спортсмен против Сергея Мартынова. Оба возвращаются после поражений, да, и посмотрим, как на это сказалось. Ну, если говорить о Сергее Мартынове, то у Крисанова уже закрыто поражение, если быть честным. А вот так вот, да? Или нет? По-моему, нет еще, коллега. Но топологи, по крайней мере, написано, что уже закрыто. Ну вот, не суть важна. У нас, кстати, там Крисанов говорил, что... Сорвался тогда тот поединок, да, не сложилось. 15 секунд вырубит Мартынова, это уже не произошло. Но, я так понимаю, это так больше было для шоу. Вообще, в этом поединке ждем... Чего ждем? Лютой зарубы ждем? Ну, коллега, Сергей Мартынов умеет вернуться после поражений. Он делает определенные выводы. Мы видели это и после поражения от Язубея на Моты, и после против Верскарди Андрады. И проводит определенную работу здесь Мартынов и возвращается немножко таким... Не немножко, а гораздо лучше. Да. Бой с Шарой Булли там показал, что Сергею есть над чем работать. Я думаю, работа была проведена. Ох, так! Я вот не уверен, что было попадание. Мне кажется, Сергей просто растерял... А там, мне кажется, больше Херсанов столкнул. Два Сергея. Да. Мартынов больше пытался увернуться и просто потерял равновесие. Ведут по времени спортсменов. Минута прошла, кричат из угла Херсанова. Херсанов так начинает двигаться очень много на ногах. Ух, как размахайка, но не точно. Мартынов на чайку. Увидит он это. Мартынов поджимает. Херсанов немножко так у сетки работает. Я думаю, навстречу будет ловить, по крайней мере, пытаться. Видно, 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 да. Действительно. Ох, какой левый боковой. А там услышал кугл своего соперника. Херсанов и сразу закинул левый крюк. Ох, какой-то. Повезло Херсанову, потому что рука была. Мидл кик бросал, да, попал почти как хайкиком. Повезло Херсанову, где была рука. Пока у нас такой именно бокс. Поединок боксерский, попытка перевода. А вот и перевод спартер от Херсанова. С Мартыновым он у нас редко кто борется. Последний, если не ошибаюсь, был Исубея Намото. Ему все удалось. Возможно, именно на это в подготовке опирался Херсанов. Ну, посмотрим. Но при этом, смотри, Мартынов остался на ногах. У нас сейчас клинч у сетки. Подави, подави. Аккуратно с руками подсказывает здесь из угла у Херсанова. Плотного захвата у Херсанова нет. Поэтому спокойно здесь Мартынов выходит. Замок не получился у Херсанова. Ну, ты даже по именам не назовешь. Два Сергея. Как вот с автологией сбежать? Поджимает лесник своего соперника. Снова размахаечка залетает в Херсанова. С плечом близко очень был удар у Херсанова. И снова попытка перевода от Херсанова. Встречает мы с них ударами, но не получается вылезти отсюда. Оказывается, на спине здесь Мартынов. Очень быстро проходит Херсанов. Так, а то что? Не так он оказывается. Затылок внимательно. Активнее работаем. Активнее просит рефери. Еще раз предупредил здесь Вячеслав Киселев. Очень быстро. Ну ладно. Активность вроде есть. Исполняет креветку Мартынов. Он уже на ногах. Пытается себя стряхнуть. Захват Херсанова. Колено будет ли на выходе бросать здесь Херсанова? Руки поставлены на месте у Мартынова. Голова защищена. Ох, нацепнул левым крюком. Плотненько попал Херсанов. Но мясник не выглядит потрясенным. Начинает сам поддавливать. При этом небольшая дематома. Есть у него уже под правым глазом. И снова начинает кружить Херсанов на ногах. Чуть-чуть состоялся. Хорошая двойка от Мартынова. Мартынов пауза не прощает. Мартынов паузу не прощает. Через миддл кик с левой ноги придет вперед. Мартынов посечен при этом мясник. У него возле правого глаза сечка. Да, вот тут левый боковой. Там образовалась сначала гематома. А потом и сечка появилась. Начала кровоточить. Пытается удар такая. Лопасть мельницы провести Херсанов. Но при этом постоянно контроль за своим соперником. Аперкот очень опасный был от Мартынова. Но Херсанов проводит тейкдаун. А Мартынов сразу начинает подниматься. Вот эти тейкдауны, когда соперник сразу поднимается. Даже если в клинчу сетки, по-хорошему в актив-то не идут. Очень часто судьи говорят о том, что они не засчитываются. А тут Мартынов поднимается очень здорово. Смотри, уверенно. Законтролировать там Херсанов по большому счету не получается. Я думаю, что Херсанов много сил на эти тейкдауны тратит. Потому что смотрел. Задышал, задышал. Немножко задышал. Ой, там пальцами попал в корпус Мартынов. И есть ощущение, что концовку очень уверенно может забрать Мясник. Вот здесь встретил Ируббан и Папкуты. Аперкот прямо сквозь блок просочился там у Мартынова. Хорошая рубка. Два раунда Ируббан и такая подконцовочка вот эта. И лоу, тейкдаун. Первый раунд закончен. В Мясник. Покидаем. По местам. Второй раунд. Готовы? Бой! Друзья, второй раунд этого огненного поединка. Первая пятиминутка прошла. Извините, у меня просто там, да, экшен вился рекой. Я не знаю, кому ее отдать. Вот я честно признаюсь. Там вроде оба попадали и какие-то тейкдауны были. Мне показалось, что все-таки Сергей Мартынов смотрелся получше. За счет урона. За счет урона. За счет большего количества ударов. За счет своего давления. За счет того, что он очень быстро поднимался с пола. После того, как его переводили. Продолжает, продолжает давить здесь Сергей Мартынов. Хорошо. Левый боковой после правого прямого залетел. И Хрисанов как будто так немножко замерз после этого удара. А я думаю, он прочувствовал его. Не очень плотно, но все же точно там чиркнут. Попытка апперкота. Хрисанов часто делает вот этот акцент на правый этот оверхэнд. И очень опасно, что Мартынов читает. Хрисанов очень часто голову опускает. Когда бьет размашистый правый. И когда пытается перевести. И Мартынов столько апперкотов. И в предыдущем эпизоде ты видел, что Сергей попытался подцепить два раза снизу. И из этих апперкотов рано или поздно может долететь. Ух ты! И смотри, насколько быстро. С кошачьей ловкостью сразу подниматься начинает Сергей Мартынов. Хрисанов снова переводит. По крайней мере, пытается. Контроль, контроль, контроль. Контроль, контроль. Подсказывают здесь Сергею Хрисанову. Потому что нужно ему это делать. Действительно, в первом раунде у него это ни в коем случае не получалось. Так, здесь как-то подзажат Мартынов. Нет, смотри. Удалом одняться, да. Частично Сергею Мартынову. Мясник пытается выбраться отсюда. И получилось разжать. Но здесь достаточно плотный захват одной рукой. А там же один освободил и второй тоже. И вторым темпом попытался там пройти уже. Пытается снова перевести Хрисанов. Но есть ощущение, что Хрисанов стойки пока просто не вывозит. Он очень много пропускает. Не знает, что ему, в принципе, наверное, делать. И поэтому опасается. У Мартынова, кстати, довольно интересный состав в углу. Для меня лично достаточно неожиданный Роман Мухаммедшин. Роман Мухаммедшин, да. Почему нет? Локтем подняй правую. Правый локоть подняй. Там и тренер по ударной подготовке. Да, это Хрисанов. Академия РФК Дмитрий Хабибуллин. Да. И Хрисов. Да, да, да. Все на месте. Так. Сверху Хрисанов пытается какую-то позицию забрать, зафиксироваться. Смотри, руку в андерпук разу. Крис, варянный путь. Дай, 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 дай. Давим, давим, давим. Пытается Хрисанов здесь зафиксировать своего соперника. При этом Мартынову удается подняться. Две минуты до конца правого раунда разворачивает. Разворачивает Мартынов, да. Их отталкивает, им надо снова догонять и бить. Внимательно. Ручки выше подсказывают, конечно же, здесь Хрисанову, потому что очень много ударов он пропускает. Хорошо. И вот здесь правил мясник. А видите, кто на эти оверханды уже начинает оттягиваться, да, и начинает отбить. Я только хотел сказать, Мартынов уже читает стойки Хрисанова. Просто читает. Хрисанов очень-очень однообразен все-таки, когда здесь в стойке. И пользуется этим мясник. Мартынов отлично начинает так подрасколачивать защиту. Время у него еще есть. Углы надо обрезать Мартынову. Не давать его успеть Хрисанову. А Хрисанов, мне кажется, очень-очень много сил потерял в попытке законтролировать соперника и перевести его в артер. Закислился. Закислился, да. Это очень опасная тактика. Нужно ногами вспомнить, что есть работа для Мартынова. Ой-ой-ой, как он ловит. И там вроде чудовищной скорости, такой амплитудный, да, боковой выбрасывает Хрисанов. И уже такие, смотри, беззубые попытки перевода. Неподготовленные проходы в ноги. А Мартынов так по-хозяйски двигается уже здесь по клетке, поджимает. Ну, здесь все-таки под одну ногу почти прошел Хрисанов, но Мартынов у сетки зажался. Минута. Пытается прорваться, прорваться, да. Все еще призывают туда Хрисанову все-таки перевести соперника. Это да, я хотел вам сказать, что все еще призывает Роман Мухамершин из угла Сергея Мартынова локтями голову вот здесь обрабатывать соперника. Почему бы и нет, это может привести к рассечениям, да, и так. Ух ты! Ой, как! Чуть не привез себе, да, Хрисанов? Провалился в попытке. Успел подняться, да, но при этом потратил... Пару коммерфистов получил по голове. Мартынов продолжает по-свойски преследовать здесь соперника. Левый боковой вколачивает, туда же еще и правый. 12 секунд. 10 секунд пошли к концовке второго отрезка. Ну, я так понимаю, да, концовка спокойная, ждем третий раунд. Надо отдохнуть ребятам, да, и раскислить. Финальный третий раунд. Готовы? Бой! Заключительная пятиминутка от турнира RCC Intra 26, дорогие друзья. Заключительный раунд главного боя вечера. О, слоу-кика сначала попадает Хрисанов, потом и левый боковой туда забросил голову. Мартынов преследует. Мартынов. О, как шоу-кик с левой ноги. Такой, смотри, вышагивает за соперником, выцеливает. Вот он, смотри, практически так бросился вниз, но не достал до ног даже. Уже просто не успевает Хрисанов вот эти попытки перевода. Хрисанов старается кружить на ногах, вот сам попадает, а даже не у него кика высоковато, а ниже поясом. Да. Не специально, но четко туда. Такое бывает, и я думаю, будет дано время восстановиться Сергею Мартынову после такого удара. Повнимательнее к работе. Не стал брать длинной паузы Сергей Мартынов и говорит, что готов. Потому что, возможно, не хочет он того, чтобы соперник еще тут дополнительно смог восстановиться. Правда, да. Мартынов продолжает, как акула вокруг своей жертвы, круги нарезать. Отлично, левый сбоку. Отлично, левый сбоку. Отлично, левый сбоку. Соплотно, левый сбоку. Мартынов откровенно расколачивал его в стойке. Не хватало только, ну, допустим, точного плотного попадания, мощного. Мартынов, конечно, в третьем раунде тоже космический темп не демонстрировал. Но он свои моменты забирает. Зачем? Зачем это делать Сергей Мартынов? Потому что все эпизоды пока он забирает, бой контролирует, двигается на соперника в стойке. И, в принципе, достаточно больших палок не берет и не дает сопернику восстановиться. Соперник при этом в основном велосипедит, ничего опасного толком не делает. Ох, опасная двойка от Хрисанова. Еще одна, но по одинаковой амплитуде видит все это Мартынов. Предчувствовался уже атакам своего соперника. Вспомнил про ноги Хрисанова за три минуты до конца боя. С удары ногами тут и Мартынову не помешают. Да, но он как-то на руках зациклился. Уже видит, видит, видит атаки ногами Сергей Мартынов. Ты смотри, вот как-то так заходит в атаку Мартынов с одной стороны, выпуская Хрисанова от сетки, да? Но при этом постоянно он давит, постоянно он является инициатором большинства атак. Активнее подсказывает рефери. А Сергей Хрисанов так откровенно пока избегает поединка. Да. Да, просто уходит назад. Половина раунда, Сергей! Половина раунда подсказывает здесь и тому и другому. Джеб от Мартынова. Борьба, 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 борьба. Подсказывает борьба, борьба Хрисанова. Попытается ли он совершить тейкдаун, но к этому тейкдауну готов и Мартынов. Да, я думаю, да. Он видит и подзамедлился все-таки Хрисанов. Вот это попытка пройти в ноги и снова лоу-кип еще один от Хрисанова. Попытка левого сбока не точно. Мартынов сам решил немножко поработать ногами. Хорошо! Мидов! Еще! Мартынов очень много догоняет в этом раунде соперника. Очень много сил тратит на ходьбу. Но вот ударов пока маловато. По сравнению со вторым раунда Режим удается туда поджать соперника к сетке. Он может его зажать и избивать стоять. Да, какой он прикрутный тейкдаун. Сразу же поднимается, правда, на ноги Мартынов. Сразу начинает работать коротко апперкотом. Пытается от себя оттолкнуть соперника. Из такого положения мы помним, что Мартынов может очень плотно и лофтем шмякнуть. Да, это правда. В одном из своих поединков так он и нокаутировал бойца из Бразилии. Попал все-таки этой длинной оплеухой Хрисанов. Но Мартынов даже не шел. Поэтому смотри, у Хрисанова уже образовалась такая гемотова под левым глазом. Достаточно приличная там и под правым синяк уже. Такой перевод последней надежды от Хрисанова ценой пропущенного удара. Но сил уже нет. Да. У нас меньше минуты остается уже теперь. Здесь локтями побить Мартынову. Кстати, об этом ему именно и подсказывал Роман Мухаммедшин из его угла. Да, этого не хватает. Попытка амплитудно бросить ход Хрисанова под конец боя. Да, молодец. 40 секунд Сережа Тарькова. Резким движением. Резким движением. Но есть ли сила на резкое движение? Сколько сил осталось у Хрисанова? Сомневаюсь. Сетку не держим. Там руку, я думаю, руку на прием пытаются забрать Мартынов, но нет. Нет, там больше, наверное, старается отзащищаться. Сергей Мартынов не дает. Пытается проснуть свои руки. Следние 20 секунд. Снова пошла борьба за вот этот захват ног. Там буквально на колено уже подсел Хрисанов, но не помогло. Руку вниз заправил Мартынов. Здесь уже перевода. Никакого не будет. Между тем 10 заключительных секунд у нас пошли в этом бою. А гематома, так сказать, приличная по правым глазам у Хрисанова. Уже это не заключительный раунд, так глаз мог и подзакрыться. Ну что, друзья, ждем решения. Уважаемые дамы и господа, прежде всего аплодисменты бойцам! Итак, по окончании трех раундов обратимся к судейским запискам. Первый судья. 28-29 Хрисанов. Второй судья. 29-28 Мартынов. И третий судья. 29-28. Большинством судейских голосов. Победу в этом бою одержал... Сергей Мясник Мартынов! Продолжение следует... Продолжение следует...